У нас президент фонда Духовное наследие планеты Григорий Камалян, здравствуйте. Здравствуйте, здравствуйте, Анна. Расскажите нам, пожалуйста, здравствуйте девушки, у нас сегодня такие прекрасные, красивые в индийском стиле. Расскажите нам, пожалуйста, про российско-индийские отношения. Что вы о них знаете, что думаете? Я что могу сказать? Отношения между Россией и Индией всегда были теплые, всегда были дружественные. Сегодня вот праздник радости, большой праздник для Индии, День независимости. Своей радостью Индия делится сегодня в парке Сокольники с российским народом. Обстановка очень теплая, очень дружественная. И конкурсы, и танцы, и песни, и представители разных национальностей сегодня делятся вместе с Индией этой радостью. Никакая погода нам не мешает? Никакая. Был дождь, люди плясали, танцевали, пели. Солнышко, то же самое, улыбки. Я вижу только улыбки на лицах людей. Люди счастливые, радостные, довольные. Я хочу пожелать, чтобы больше вот таких праздников было, чтобы совместно люди всей планеты вот так отмечали события, радовались. Чтобы везде царила любовь. Да, да, любовь и счастье. Что же касается непосредственно отношений России и Индии, они давние. По сей день самые теплые, самые дружественные. Я думаю, этим отношениям даже многие страны позавидовали бы. Конечно, конечно. На сегодняшний день очень много договоров, очень много соглашений в сфере и культуры, и нефти, и газа, в сфере экономики, в сфере даже правоохранительные органы сотрудничают на сегодняшний день. Меняются опытом, меняются опытом, да. Атомная энергетика России представляет в Индию свою атомную энергетику, строит атомные станции. В свою очередь Индия помогает осваивать месторождения нефти, газа. Взаимопомощь. Да, да. То есть во всех областях Россия и Индия всегда сотрудничали. А сейчас, на сегодняшний день, когда Запад, ну, как-то пытается блокировать экономические отношения России с другими странами, ну, еще более тесные отношения стали с Индией. Более дружественные, более братские. Хотя они всегда были теплые, всегда были братские.